Яна, вы много рассуждаете и рассказываете о деструктивном поведении молодёжи в социальных сетях. В частности, неужели там всё настолько плохо? Смотря что считать настолько, да, социальные сети действительно переполнены деструктивом. И, к сожалению, мы можем сказать именно про наши российские социальные сети. Не то, что остальные от него полностью свободны, но у нас очень много деструктива. Зачем нам, собственно, себя сравнивать с кем-то другим? И да, в основном сейчас самые страшные деструктивные тенденции распространяются именно через соцсети. Не только у нас, конечно, это общемировая тенденция. По очень простой причине, никакой загадки тут нет. Просто вся молодёжь сидит в соцсетях, и это сейчас превалирует, наверное, перед живым общением. Если раньше можно было говорить о том, что человек связался с дурной компанией, ну, например, у себя во дворе, да, говорили родители не дружить с этим мальчиком, с этой девочкой, да, они там плохому научат, да, мы помним эти слова с детства. То есть сейчас эти плохие мальчики и девочки, а очень часто плохие дяди и тёти, учат вот этому деструктиву в социальных сетях. А, кстати, по последним данным, российский средний молодой человек, девушка несовершеннолетний, да, проводит в соцсетях 6,5 часов. На самом деле реально больше. Мы понимаем, средняя температура по больнице – это всегда не совсем то, что происходит в реальности. Вот люди сидят в соцсетях всё больше и больше, и там умножится количество различных деструктивных направлений, они сливаются между собой, перекликаются, трансформируются, и конца этому, к сожалению, не видно. Появляются всё новые, иногда, ну, просто совершенно дикие деструктивные идеи, и какая бы идея дикая ни была, у неё всегда найдётся какое-то количество почитателей. Некоторые присоединяются к этому деструктиву на волне моды, или, как говорит молодёжь, хайпа, да, просто из-за стремления быть на одной волне с другими, с наиболее стильными, модными, молодёжными. Конечно, это всё большая проблема. Сейчас распространение депрессивной суицидальной пропаганды происходит по площадям, грубо говоря, да. То есть те, кто её распространяет, делают ставку на массовость. Предполагают, что чем больше людей ознакомятся с депрессивной суицидальной проблематикой, тем больше в итоге в эти течения, условно говоря, вольются, тем больше детей сделает непоправимый шаг. Поэтому проблема продолжает оставаться очень острой, и все родители должны очень серьёзно к этому отнестись. Иногда довольно невинные замечания ребёнка могут навести на мысль о том, что он уже, может быть, попал под влияние подобной пропаганды. И к этому надо относиться максимально осторожно, максимально внимательно, потому что мы знаем, что в итоге тот последний шаг, которым детей подводят, это необратимо. Вот самое главное – этого не допустить. Какие всё-таки есть механизмы, и что нужно нам, взрослым, для этого сделать, чтобы всё-таки немножко ограничить наших детей? Абсолютно ничего нового я тоже не скажу. Всё, что мы можем сказать по этому поводу, да, оно банально, но здесь нелепо искать какую-то волшебную таблетку. Ну, да, вот мы, взрослые, должны прекрасно отдавать себе отчёт, что наши дети, кроме нас, конечно же, никому особенно не нужны. И именно мы – это и по закону, и по совести, как говорится, и по здравому смыслу ответственность за наших детей, по крайней мере, по закону до их совершеннолетия. И наши попытки переложить ответственность за их воспитание на школу, государство, кого-то ещё – они наивны. Если мы этим не будем заниматься, то чего мы ожидаем от каких-то других общественных и государственных институтов? Я бы, по возможности, посоветовала бы ограничить всё-таки нахождение в социальных сетях. Во-первых, это пустое времяпровождение, по-любому. Вот это общение в социальных сетях – это ведь суррогат настоящего общения. Это знания, которые там получают якобы знания. Но надо понимать очень хорошо, что всё это – суррогаты для нищих, да, нищих духом, грубо говоря. Серьёзное образование остаётся таким же, каким оно было всегда. Оно означает чтение вот таких талмудов, оно означает чтение серьёзных книг и общение с реальными профессорами, реальными преподавателями. Да, дистанционное образование, конечно же, есть, но всё-таки, конечно, ничего не заменит личного реального общения. Вот на это нужно быть настроенным и родителю, и преподавателю, и, конечно, детей надо ориентировать именно на это. Не могу с вами согласиться полностью по поводу нищим духом, потому что, мне кажется, вы так немножко обижаете так примерно половину нашей страны, потому что вы понимаете, что много людей работает, и родителям намного удобнее дать сыну или дочери телефон и в это время заниматься своими делами. Давайте ещё один совет дам. Если так удобнее, то удобнее просто своего ребёнка сдать в детский дом, например. Провокационно звучит? Ну да, сдайте его, если вам так удобнее. Ещё раз говорю, наши дети никому, кроме нас, не нужны, и мы за них в ответе. Поэтому то, как нам удобно, это не то, как должно быть на самом деле. Слушайте, а наши родители, наши бабушки с дедушкой не работали? Да что вы говорите? Они работали гораздо более в тяжёлых условиях. А какой быть тогда был тяжёлый? Вот я ещё частично это застала, думаю, и вы, и многие наши зрители, потому что, ну разве можно сравнить то, как было раньше, с тем, что происходит сейчас? На что мы тратим освободившееся время? И если мы тратим это на что-то, кроме нашего ребёнка, вернее, ставим его не на первое место, то как мы можем чего-то от него ожидать? Если ребёнок для нас это просто, извините, аксессуар нашей жизни, ну, наверное, странно действительно думать, что он не попадёт под влияние деструктива или чего-то ещё вот такого не очень хорошего, прямо скажем. Но это будет только наша вина. Но это вопрос приоритетов. Если людям неинтересно заниматься их собственным ребёнком, ну, чего же они ожидают? Им обязательно займётся какой-то незнакомец в интернете. Только, конечно же, совершенно не с теми целями, которые они бы хотели. Вы сказали, что социальные сети, ну, будем так называть, это немножко зло для наших детей, но они там проводят много времени, потому что они переписываются, они не звонят. Что делать с этим? Знаете, и переписка, и звонки в юном возрасте – это неправильно, на мой взгляд. Ничто не может заменить живое общение. Это не моё мнение. Я здесь только повторяю мнение специалистов. Человек в своём развитии проходит определённые этапы. Он не может их перескочить, не может их обойти. Ну, вернее, если и может, да, то с определёнными проблемами для своего дальнейшего общего развития. И ненормально переписываться, как будто я не видела этих переписок. Безграмотно. Обратите внимание, наши дети сейчас очень плохо владеют родным языком, русским, например. Мы видим, как плохо они пишут, как тяжело им выразить свою мысль. Потому что вот в этих соцсетях и так называемых переписках они привыкли использовать сокращение слов, какие-то очень короткие обороты, потому что нужно быстрее и быстрее вот что-то написать. Иногда эта переписка тянется часами, в ней сотни, тысячи ответов, вопросов и так далее. Как будто непонятно, что гораздо быстрее это всё не писать, а как раз позвонить, да, развить, так сказать, навыки общения. Вот человек, который привык вот к такой писанине, вы знаете, он потом представляет определённую проблему. Вот я сейчас иногда по работе с такими сталкиваюсь. Вот вместо того, чтобы всё выяснить за две минуты, начинаются какие-то бесконечные переписки. Я не сравниваю одно с другим. Но на самом деле это примерно об одном и том же. Всё хорошо в меру, всё хорошо в своём месте, при определённых обстоятельствах. Я считаю, что полноценное общение ничего не заменит. И особенно это важно именно для детей. У детей всё же чуть больше времени на это, вот чем у нас взрослых людей, да, которые должны работать 8 часов, там, да, как правило, и так далее, и так далее, у которых много других забот. И то мы стараемся выделить время для общения с друзьями, родными, близкими и так далее. Дети, значит, пусть не рассказывают про свою занятость. Ну, мне немножко странно это слышать. А чем они заняты? Вот, может быть, эту занятость, как говорится, немножечко изменить её векторы. И тогда многие проблемы будут сняты. Если родитель не может объяснить своему ребёнку, что его поведение не вполне нормально, и что оно опасно, прежде всего, для него самого. Опасно – это, может быть, такое страшное слово, да, не надо запугивать, конечно, никого. Нужно просто объяснить, что происходит на самом деле. Кстати, очень прекрасная книга на эту тему вышла, вот чтобы не говорить, что всё наши какие-то российские бредни, да, наши российские какие-то предубеждения, там, стереотипы и прочее. Ах, социальные сети, какое это зло. Вышла очень хорошая книга французского православного богослова фамилии Ларшея. Там очень классно это описано именно с точки зрения физиологии и нейрофизиологии. Просто давайте посмотрим, почитаем. И если, конечно, нам наплевать на развитие наших детей, давайте ничего не переламывать, давайте соглашаться. Вообще, вы знаете, ни один ребёнок, он не согласится, ну, за крайне редким исключением, есть полезную еду, правда? Не будет он есть полезное брокколи, да, когда рядом такой замечательный кусок пиццы, да, которую нормальный человек в рот не возьмёт. Или там какие-нибудь чупа-чупсы и прочая дрянь. Вот, нет, он будет требовать чупа-чупсы. Если родители скажут, он же хочет есть чупа-чупс, да, потом кто бегает по гастроэнтерологам и всё остальное с сломанным здоровьем, причём не только в желудке. Ну, давайте разрешать детям всё, чего они хотят. А может быть, дети хотят ходить в школу, да, изучать там науки в соответствии со школьной программой, да, они не хотят вот сидеть в интернете или играть там на дворе в футбол, ну, есть и такие до сих пор, да, ну, кого мы обманываем. Мало ли что хотят дети. Ну, это может жёстко прозвучить, но пока что не дети решают то, чего они хотят. Вот после 18 лет, конечно, уже поздно что-то менять, как говорится, и нет уже никаких, как говорится, рычагов воздействия на ребёнка, поэтому всё это нужно делать немножечко раньше. Опять-таки это в наших интересах, в интересах нас как общества, и в интересах нас как родителей, и в интересах ребёнка. Ну, кто будет с этим спорить? А кто спорит, пусть кормят своего ребёнка только чупа-чупсами.